Не терять связи с материком и обновить инфраструктуру. Нарьинмарский авиаотряд готовится к реконструкции взлетно-посадочной полосы и ее инфраструктуры. Средства на ремонт выделяют Росавиация и Министерство обороны. Оба ведомства представили авиаотряду на согласование проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, транзитного перона, светосистемы и других объектов аэродрома и аэропорта. Полная реконструкция взлетно-посадочной полосы с обновлением полотна. Нарьинмарский авиаотряд готовится к большому ремонту аэродрома. Он предусмотрен федеральной программой развития транспортной системы России до 2020 года. Обновления уже прошли несколько десятков аэропортов страны. В Ненецком округе планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая была введена в эксплуатацию 40 лет назад. Это позволит принимать воздушные суда с большей полётной массой. Сегодня аэродром не принимает тяжёлые самолёты, в том числе по причине неприспособленного покрытия. Мы вынуждены ограничивать и количество рейсов, и иногда и массу приходится ограничивать воздушных судов, которые к нам запрашиваются. Хотелось бы от этого всего уйти, для того, чтобы можно было полноценно работать, принимать самые современные лайнеры. Согласно проекту Федерального агентства специального строительства, находящегося в ведении Министерства обороны, предлагается два варианта производства работ. Циклическое двухнедельное закрытие аэродрома для выполнения полётов или поочерёдное полное закрытие половины полосы для выполнения работ. Для авиаотряда и в первую очередь для округа такие ограничения неприемлемы. Транспортное сообщение в регионе завязано на работе аэропорта, который в среднем ежедневно обслуживает около 600 пассажиров, плюс вахтовые перевозки на месторождения до 100 человек в сутки. Отмена рейсов даже на один день приведёт к коллапсу. Работать на одной половине взлётной полосы тоже нет возможности. Для этого необходимы типы воздушных судов, количество которых в России значительно ограничено. Мы предлагаем построить параллельно существующие полосы, южнее к аэровокзалу, новую полосу такого же формата, таких же размеров, для того, чтобы не закрывать существующую полосу и не прерывать транспортное сообщение. Строительство параллельной полосы обойдётся не дороже реконструкции прежней. Последнюю можно будет разобрать на плиты для дальнейшего использования в обустройстве аэродрома. А самое главное – авиасообщение в регионе не прекратится. Свои предложения руководство авиаотряда направило в Министерство обороны. О ситуации доложили и губернатору Ненецкого округа. Игорь Кошин поручил своему профильному заместителю Алексею Кайдалову подготовить проект обращения в ведомство обороны с просьбой рассмотреть альтернативные варианты модернизации взлётно-посадочной полосы.